Телеканал КРТ представляет Ну, я забыл еще, конечно, представить, что вы еще глава общественной организации, никто Кремнас, но это, я так понимаю, может остаться за кадром, и тем не менее, вот первый вопрос, я так понимаю, что вот вы вообще могли представить, когда вот вы идете баллотироваться депутатом в Верховную Раду, что вы будете сидеть рядом с слугами МВФ, по сути, которые выполняют, кстати, вот как будто приказы, все вот распоряжения и все вот наставления, которые нам диктуют из-за границы. И вот вы могли представить, что вы окажетесь в парламенте, там, где фактически отрабатывают на интересы заграничных стран, а не на интересы Украины, потому что я не могу объективно понять, почему там каких-то позитивных изменений не преследуют, почему все, что не делают, так это урезать, продать, сдать в концессию, и вот, ну как, я вот этого понять не могу. Вот вы могли представить, что вот будет такая картина? Вы знаете, нет. То, что будет столько слуг, а может быть даже и рабов, и даже представить себе не мог. Мало того, там есть слуги и нескольких господ. Если мы вот обратимся к фильму «Слуга двух господ», это может быть даже тот случай, там всякие разные слуги. Ну, я не мог даже подумать, что слуги будут, а сыновей своей страны, патриотов своей земли, мы окажемся в меньшинстве. И вот это я даже не мог себе представить. Ну, а вот, если вот разобраться, там же вроде Зеленский собрал абсолютно какую-то вот непонятную солянку людей, условно там, с улицы. И как вот при всем при этом, вот я вот для меня очень показательно это голосование по продаже украинской земли и на первом, и на втором чтении. И на втором чтении я видел абсолютно неадекватную картину. Вроде же люди-то разные, вроде же как-то вот, ну что-то же их заставило все-таки прийти и нажать зеленую кнопочку. Вот с вашей точки зрения, что это было? Потому что я вот с многими общался, вроде нормальный человек, но вот как только касается рынка земли, хлоп, что-то меняется. Вот это деньги, которые, я так полагаю, может заплатили. Это может быть уголовные дела, это может быть, ну что это вообще? Или им угрожали там физической расправой? Ну, вы знаете, надо быть корректным в этом вопросе. Как говорится, я свечку не держал, и я не знаю, чьих родственников брали в заложники перед голосованием тем, чтобы здравые люди голосовали за рынок земли. Я не могу это утверждать и не могу, так сказать, четко сказать, что вот этого человека купили, а вот этот человек самостоятельно это сделал. Ну, то, что вы сказали в самом начале, то, что понабирали разных абсолютно людей, и они сначала были здравые, а потом они вот так себе ввели. Так вы учтите, что из слуги появляется раб, а потом, чтобы он из рабства вышел, ему дают статус слуги. То есть это чуть-чуть более свободный человек. То есть все-таки там сейчас больше вот рабов, я так полагаю. Не знаю, может у них как-то там идет переквалификация, переаттестация какая-то. Слуга-раб, слуга-раб, слуга-раб. Может у них там как-то что-то такое. То есть я действительно подтверждаю, что там есть действительно грамотные, квалифицированные, умные, достаточно образованные люди. Ну, почему они так сделали, это вопрос к ним, потому что они будут жить с этим, это их совесть, это их внутренний духовный мир, который они каждый день с этим просыпаются, слава Богу, и живут. Поэтому лучше пусть они ответят за свои поступки. Вот следующий вопрос. Вы вот выиграли по мажоритарке, беспартийную, то есть самовыдвиженцем шли. Но вот уже в Верховной Раде, если я не ошибаюсь, вы примкнули к группе доверия. И получается, я так полагаю, а вот какая была цель вступить именно в эту группу, а не в какую-то другую? И, кстати, что интересно, что большинство из этой группы проголосовало по удивительной, конечно, случайности за как раз рынок земли. Ну, отвечу с первого вопроса. Действительно, я выиграл в 51-м округе, это один из самых стреляющих, воюющих округов, мажоритарщиком, беспартийных, без поддержки какой-либо алироссийской силы и так далее. А в парламенте, увидев здравых, на мой взгляд, людей, они все мажоритарщики, они все, так сказать, не относились в большинстве своем какой-либо из партий. И я понял, что лучше иметь дело с мажоритарщиками, потому что они, по идее, должны нести ответственность перед своим избирателем у себя на округе, смотреть людям в глаза, отчитываться, помогать. Потому что списочник, это так, это пешеход, который и шел, и прошел мимо. Поэтому, мы, так сказать, когда создавалась группа, я дал согласие на вступление в эту группу. А вот все-таки, если вот даже вот анализировать, то есть смысл вот вхождения депутата в какую-то группу, то есть можно больше сделать или как, или можно просто получить больше веса? Большего возможности, нет. А в чем это заключается? Ну, во-первых, мажоритарщик, это, так сказать, боевая единица, но не очень, так сказать, тяжелая, я буду так говорить. То есть, если ты входишь в группу, то группа тебя может поддержать в твоих начинаниях. Группа коллегиально обсуждается какая-то проблема, и, то есть, это уже, ну, по логике вещей, это больше силы. Это больше мнение, это с тобой, с группой больше, по идее, считаются, и, ну, группа это, так сказать, по идее, больше единомышленников, которые будут отставить правильные идеи для улучшения жизни народа. Я понял. А вот следующий тогда вопрос, вот вы не голосовали за рынок земли, за открытие рынка земли, и вот таких депутатов было достаточно тоже мало. И вот если мы вот объективно посмотрим, то обычно, что сейчас вот максимально вот часто используют, даже при нынешней власти, это уголовные дела. И это получается, что если вы не голосовали, то есть вы, получается, не выполнили условного наставления Зеленского, и стоит ли ожидать просто открытия на вас уголовных дел, с учетом того, что вроде какие неприкосновенности, там, вроде какие сняли, там, я так понимаю, не до конца, но, тем не менее, что-то хоть сняли, то все мы сейчас будем видеть, как против депутатов, которые не голосовали за рынок земли, будут потихоньку начинать открывать уголовные дела, а поскольку, например, если мы возьмем фракции, с фракциями тяжело, начинать будут конкретно с таких маленьких групп, мажоритарщиков, для того, чтобы всем показать, что на примере случается с теми, кто не голосует так, как хочет монобольшинство. Ну, вы знаете, в самом монобольшинстве уже есть некоторые нюансы. Когда их было, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть больше, чем 250, сейчас их там чуть меньше, а последнее голосование показало, что их вообще там было 204. То есть уже в самом монобольшинстве уже есть вопрос того большинства, это первое. Второе, почему не голосовал за рынок земли? Ну, воспитание не позволяет или внутренний мир не позволяет. Как-то нас воспитали, что родину не продают. Это первое. А второе, а если речь идет о чистом бизнесе, то давайте дадим возможность нашим украинским фермерам встать на ноги, получать льготное финансирование, убрать с них давление налоговое, которое их там давит и так далее. Убрать им все припомнить. То есть создать равные условия в стране, где могут конкурировать и иностранный инвестор, и наш отечественный. Ну, и считаю, что сегодня не время, когда в стране такая тяжелая ситуация, когда в стране война, в стране моральные разногласия между гражданским обществом и так далее. И земля это, так сказать, это то, что заново не рождается, она есть один раз в жизни. И я считаю, что не наше право ей сегодня распоряжаться. Вот все-таки, а передают ли вам сигналы о том, что против вас открывают уголовные дела или хотят открыть уголовные дела? Потому что я вот понимаю, что все равно найдут какого-нибудь или группу депутатов, или какого-то одного, чтобы всем показать пример, что случается с теми, кто не идет по рекомендациям власти. Ну, смотрите, ну, слежка уже есть, уже зафиксирована. То есть вы по хвостным признакам уже понимаете, что что-то происходит? Ну, все, ну, после 16-го года я прошел три года определенных, так сказать, определенных учений, когда за тобой следят, когда идет уголовное преследование за инакомышление, так сказать. Уже понятно, что, то есть если за тобой следят, если берут твои персональные данные с, так сказать, источников, которые берутся только в рамках какого-либо уголовного дела или, то есть, ну, по закону, либо по решению суда, там, и так далее. То есть уже есть какие-то признаки, которые я не могу это озвучить пока в прямом эфире, пока не будет прямого доказательства. Ну, я подал заявление в ДБР, что идет слежка, что прошу разобраться, на каком основании, то есть с чем это связано и кто это следит. Вот еще тогда следующий вопрос, вот у нас, что у нас вообще происходит в правоохранительной системе? Потому что вот раньше при Порошенко у нас там своеобразных дел просто много было, политических дел. Сейчас вроде как такое затишье происходит, но периодически происходят такие действия, которые сложно объяснить. Вот вы как человек, который приближен к правоохранительной системе, вы там, у вас, я так полагаю, все равно много знакомых, друзей, которые там работают. И вот сориентируйте, а что реально там происходит в МВД, в СБУ, в УДО, вот всех вот этих организациях, в МВД. То есть какая реальная там ситуация? Там что происходит? Развал или какие там процессы придут? Ну смотрите, если отвечать по порядку, структура МВД это часть, ну, она часть страны. Там служат люди, которые живут в Украине. И у них те же самые проблемы, что и у других людей. То есть идя на службу, к ним приходят те же платежки, которые приходят всем другим. Те же цены, они встречаются с теми ценами на продукты, с которыми встречаются другие люди. Они встречаются со всем этим бытом. Только еще они и должны как-то сохранять, ну, все-таки люди службы, они давали присягу. Они еще должны как-то контролировать правопорядок на улицах, чтобы люди спокойно могли ходить вечером, днем. Чтобы не было таких дневных там разбоев, каких-то там казачьих банд формирований и так далее. Как это было при той власти, ну, к примеру, там Княрыча, да, будем брать. До сих пор раскрывается смерть полицейских, кто в кого стрелял, кто почему стрелял и так далее. Ну, на самом деле служба, как может, в данное время выживает и старается, чтобы в стране был правопорядок. Это на самом деле. Таросистема и СБУ, ребята, я думаю, у них все те же бытовые проблемы наславляются и на служебные. То же самое. Они живут точно так же и служат, как говорится, родине, и живут, ну, так сказать, житейской жизнью, стараясь приносить пользу. Паудова, ну, Паудова, к сожалению, это специальный орган, так сказать, спецназначения, который охраняет первых лиц государства или взятые под охрану здания, где заседают или, ну, рабочие места. Это, получается, ВИП-спецслужба, потому что они защищают президента, защищают... Я бы не сказал слово ВИП. Это специальный правоохранительный орган, который, ну, охраняет, ну, президента, премьер-министра, главу Национального банка, там, Креционный суд и так далее. То есть такие основные государственные учреждения, и от их службы многое зависит, и безопасность первых лиц государства. И вот там, к сожалению, сегодня есть большие вопросы и по дисциплине, и по, так сказать, внутреннему быту, и по внутренней атмосфере. А Вы, как депутат, что-то делаете в отношении того, чтобы эту ситуацию поменять? Или Вам проще не замечать? Нет, почему? Мне, как депутату, я пишу запросы именно в эту службу, интересуюсь ее жизнью, интересуюсь ее проблемами, интересуюсь ее, так сказать, ну, проявляю инициативу, чем помочь, или если есть проблема, то как ее решать и так далее. Ну, пока у нас не получается совместно действовать, и потому что, я так думаю, что прежде всего руководители Управления госохраны думают, что депутат Ковалев хочет влезть в какие-то тендеры, а он не хочет увидеть то, что там какие-то там другие проблемы жизненно важные, и которые касаются безопасности первых лиц государства, я затрогал своих запросов. Ну, у них свое в голове, а я им пишу свое, так сказать, на основе того права, которое дала мне Конституция как народному депутату. И идут на встречу или... Нет, конечно. Нет, никакой встречи нет. Абсолютно. У нас чуть-чуть есть разногласия в некоторых вопросах. А вот если вот смотреть вот со стороны, то мне почему-то кажется, и, кстати, многим гражданам Украины тоже, что все-таки семью Зеленского взяли заложники, его самого там поставили под жесткие условия, что если он не будет выполнять задачи из-за границы, тогда, собственно, будет печальная история. Не кажется ли вам, что все-таки вот эта точка зрения, она имеет место быть и подкреплена реальной вот неспособностью государственной охраны оказать именно вот в формате вот безопасности первым лицам государства? Потому что мне все-таки кажется, что нельзя вот так вот открыто, и несмотря на карантин и все остальное, на коронавирусы, в такую ситуацию, знаете, вот говорят, не время хату продавать, когда крыша горит. Вот у нас получается, что наоборот, как раз вот землю продавать можно именно тогда, когда в хате горит крыша, то есть землю под этой хатой. Ну, бред. Но все равно эти процессы идут. Смотрите, вы задали вот несколько таких горящих вопросов, и опять же, про землю, и про господина президента, и про службу, которая его охраняет. Это ряд таких вопросов, которые действительно горящих на самом деле. Взяли ли его в заложники? Ну, это уже такое, знаете, вопрос национальной безопасности. Это вам, как журналистам, лучше понять тогда, кто сегодня возглавляет управление госохраной, квалификацию этих лиц, и, так сказать, допустили ли они до того, чтобы президента взяли, или прямо, или косвенно, или... Я даже не знаю, как журналисты, каким образом запрос писать. Ну, допустим... Это же запросом в отдельном, мы еще ситуацию как-то не сможем развернуть, такая, как она есть. Может быть, это мое предположение, человек просто... Может быть, да, конечно, может быть. Есть, что вот надо срочно продать, потому что если заграничные банки будут землей владеть, будет счастье. Ну, может, действительно, он такой вот по натуре, Владимир Зеленский. Но если вот брать все-таки больше человеческое, я вот понять не могу. Смотрите, Владимир Александрович до того, как стал президентом Украины, он же был абсолютно симпатичен. Большинство аудитории людей, все его принимали очень позитивно. Когда он говорил про посадки весной, которые должны были начаться, но что-то уже вторая весна пришла, и мы ничего не видим. Ну, давайте, говорят, Бог любит Троицу. Может быть, на третью весну он имел в виду. Он же не сказал... Конкретно на какую? На какую весну, да. Он же не сказал это, он не говорил. Это первое. И второе. Президент же не садит на самом деле. Президента другие задачи. И сегодня, честно говоря, ему тоже не очень, так сказать, и позавидуешь, в какое время он стал президентом страны. Ну, на самом деле. И то, что у него есть, так сказать, люди, которые ему что-либо рекомендуют, может быть, даже не в пользу страны, это, ну, может быть, очевидно, что нездраво продавать то, что сегодня нельзя это делать. То есть сегодня вот мы видим эти пожары, мы видим эти карантины, мы видим, это, так сказать, Украину строгого режима, я бы так сказал. Знаете, когда всех позагоняли домой, надели маски, то есть это добровольно всех вот осудили. А виноват в этом только Зеленский. Нет, он не виноват. Есть целая система, которая вот с этим работает. А обвинят, естественно, президента. То есть тут надо чуть шире смотреть комплекс. Кто ему рекомендует, кто рядом с ним, кто, так сказать... Отвечает за его безопасность. Отвечает за его безопасность в том числе. Потому что когда человек в безопасности, он и принимает адекватные, так сказать, решения в рамках благополучия целой страны. А если он чувствует какую-то неуверенность, он уже будет, так сказать, иметь право люфта и шатания. Если я выберу так, то будет, может быть, мне будет хуже или кому-то из моих будет хуже. То есть мы же не знаем, кого взяли в заложниках, тем я веду, в кавычках. Бизнес или там, или еще что-нибудь. Какие рычаги нашли или не нашли. Если вы помните, был старый фильм про электроника, где все время босс мафии орал, «Урик, где у него кнопка?» Мы же не знаем, какую кнопку взяли в заложниках. Хорошо, а вот следующий вопрос тогда такой. Вот ваша межпарламентская группа «Дружба». Что это вообще такое? Потому что мы знаем, что вы приложили очень много усилий для того, чтобы гуманитарный груз от Объединенных Арабских Эмиратов прилетел в Украину как раз в тот момент, когда у нас бушуют коронавирус, эпидемии и так далее. Что это вообще за группа? Расскажите. И каким образом так получилось, что в СМИ просто стоит табу на фамилию Ковалев? И вас принципиально не упоминают. Я просто делал по этому поводу видеоблог. И меня это возмутило. Я повозглашался в своем видеоблоге. Но вот интересно вот еще и ваше точка зрения на этот вопрос. Межпарламентская группа «Дружба» – это ряд народных депутатов, которые входят в группу, которая объединена на основе дружеских отношений с какой-либо страной. В данном случае это объединено на Арабские Эмираты. Мои личные отношения, ну, практически там, если так, это более 20 лет дружбы с этой страной, с людьми из этой страны, и с людьми, так сказать, большого ранга, с которым мы просто дружим. Это просто отношения без всякой политики. Это еще до моего там депутатства и так далее. И когда случилась проблема, я и мой друг еще один, мы попросили помощи, что было бы, так сказать, если бы вы помогли нам средствами защиты и, так сказать, ну, там много чего, 11 тонн, это на самом деле очень много, да. Они говорят, вопросов нет, давайте, они нам прислали очень комфортабельные, может быть, один из лучших самолетов, 11 тонн гуманитарного груза, они нам вернули 113 наших сограждан, которые там застряли и действительно, ну, не могли выехать по причине карантина, и там тоже существует комендантский час с 8 часов вечера, и жизнь там тоже, ну, не такая уж шикарная, как для туристов там. Приехали многие те, кто там работали, а работа там остановилась, и у людей, значит, и какая-то часть жизни тоже там. То есть, по сути, эвакуировали их оттуда? Мы их эвакуировали, да, хотя там осталось тоже больше 300 человек, и они ждут тут, пока мы договоримся о следующем самолете на эвакуацию, а это целый комплекс проблем, это где размещать, как встречать, кто будет охранять, это проверки на вирусы, то есть, это, то есть, та работа, которая, она не видна, но она глобальная. это тот же МИД, это тот же МВД, это тоже служба безопасности, это, ну, это, ну, огромный комплекс всего согласований, чтобы для того, чтобы просто прилетели люди, пробыли обсервацию 14 дней, и, слава богу, если никто ничем не заболел, уехали по домам, но уже не у себя, в Украине, на родине, уже, так сказать, им легче. Вот, и этим занялась группа дружба, так как межпарламентская. Мы показали, что есть дружба, они за свой счет оплатили самолет, они за свой счет оплатили билеты для наших сограждан, они за свой счет закупили гуманитарную помощь, привезли к нам, сказали, пожалуйста. Это и есть тот дружеский жест, который должны делать друзья, когда другой друг попал в беду. Сегодня мы в большей беде, чем они, и они нам помогли. Хотя хочу я подчеркнуть, что у нас в большинстве странах это христиане, а у них мусульмане. Тем не менее, это не мешает нам дружить, понимать друг друга и помогать друг другу. Ну, это действительно хороший пример, а вот все же, почему вот наши украинские СМИ, вот такое ощущение, что прямо на вашу фамилию стоит у них табу. С чем это связано? Дмитрий, вы как артиллерист добиваете такими крупными снарядами в цель. Ну, наверное, не знаю, может быть, есть какой-то запрет, может быть, есть какой-то... Я знаю, что при власти Януковича мою фамилию вообще запрещали упоминать на любых телеканалах, когда мы боролись за социальные права ветеранов, воинов, афганцев, чернобыльцев, вот инвалидов. Запреты были страшнейшие. При Порошенко, ну, не знаю, но я думал, что при президенте Зеленском такого не будет, ну, наверное, это, наверное, добрая традиция запрещать Ковалева. Это нормально, на самом деле. Пусть люди дают оценку. Все-то, знаете, хороший такой сигнал для всех. Это хороший сигнал. Если его запрещают, значит, он, ну... Значит, что-то хорошее делает. Да, что-то, да. Робер Гуда тоже ругали все, кроме людей. То есть, знать ругала, а когда он помогал там, неимущим, они его благодарили там и так далее. Я не Робер Гуд, конечно. Ну, в общем, философски относитесь к этому вопросу. Понятно. Да, да, с чувством юмора, я бы так сказал. Со здоровым чувством юмора. Пусть запрещают. А вот касательно еще вот следующих вот моментов, вот депутаты, которые побеждали по мажоритарке, вот они вот, у нас такая традиция в Украине, они всегда забывают про свой округ. Вот Алексей Гончаренко, например, хороший такой яркий пример, когда человек там победил и забил. Вот. Поэтому очень редко, когда мажоритарщики могут отчитаться, что конкретно было сделано вот уже вот, по сути, за год. И вот вы могли бы перечислить конкретно, вы смогли улучшить конкретно жизнь вот людей на своем округе? Конкретно, какие дела вы там сделали? Сделали вы их ли вы вообще? Ну, собственно, рассказать, каким образом вы, как депутат Народной Рады Украины, Верховной Рады Украины, повлияли на то, чтобы реально там что-то поменялось? Вы знаете, для меня это очень такая тема актуальная и больная тема, потому что мой округ находится на самой передовой, и это не просто округ, это военно-гражданская администрация, где сегодня руководит мой оппонент, который тоже избирался по этому же округу, Верховную Раду, который, ну, на мой взгляд, делает все, чтобы людям было не очень уютно там проживать, даже под обстрелами, даже под, так сказать, ежедневной стрельбой. То есть, подождите, глава местной администрации делает все для того, чтобы людям там жилось хуже? Я правильно вас понимаю? Хуже я бы не сказал, но некомфортно, я бы сказал. Это такая легкая месть для того, чтобы проголосовали за Ковалева, а не за него. Это, ну, я бы так сказал, это первое. Второе, что самое главное, даже не это главное, когда передавали эту часть территории, которая административно принадлежит сегодня Украине, нашей Украине, а на бумаге оно все на балансе на неподконтрольной территории, то есть дома, коммуникации, часть водоканала и так далее. То есть, оно на балансе там. И использовать бюджетные деньги, которые выделяются каждому депутату для улучшения на своем округе, я даже не имею права, потому что на балансе ничего нету. Вот есть округ, есть стоят дома, есть стоят, там, так сказать, дороги, там есть, ну, есть там что-то. Ну, вот бюджетными деньгами, которые даются каждому депутату, то есть субвенции, я не имею права распорядиться, так как это все находится на той территории. на неподконтрольной. А если я начну распоряжаться, так сказать, какими-то личными следствами, или там, найдутся много добрых людей, которые, и добрых органов, которые, когда-то где-то взял столько денег, чтобы там вот перекрывать всем крыши, там, ставить еще что-то, или там ремонтировать какую-то часть дорог, то есть найдутся доброжелатели по задаванию добрых вопросов. То есть я попал на такую, ну, на растяжку. Единственное, что мы делаем, с самого первого дня избирательной кампании, для меня был приоритет, это дети, живущие на войне. Дети, вот именно дети, не взрослые, дети, дети, которые и родились уже под обстрелами, и формируются, там, это 12, 13, 15 лет, это дети, которые знают, что такое война не по фильмам, а практически каждый день. И вот, до похолодания у нас там, каждые выходные мы устраиваем им там посиделки, сладкие столы, какие-то там, проводим, так сказать, ну, так сказать, конкурсы спортивные, вывозим их в махмут, там, в кинотеатры, то есть делаем все для детей, в первую очередь, чтобы детей как-то вытащить из этой депрессии. Я так понимаю, это вы за свой счет делаете, за счет своих друзей, правильно? Да, это делает, ну, это делает, вот организация «Никто кроме нас», она имеет по уставу это делать, это делаю я лично, за свой счет, потому что первое, что я обещал, что в любых случаях выиграю, я не выиграю, этих детей мы не бросим, мы по сей день их не бросаем. К сожалению, сейчас не могу там сделать им спортзал, потому что даже то помещение, в котором я могу за свой счет отремонтировать, за свой счет сделать, оно находится на балансе на той стороне горловки, и я не могу, то есть, не имею права. А как так получилось, что вот за пять лет, сколько, за шесть лет там идет эта ситуация, с шестнадцатого года, и что, юридически до сих пор чиновники там не могли крестики поставить там, где надо, для того, чтобы решить вопрос? Я говорю, пожалуйста, главе ВЦА, в первую очередь, он этим гордится, что он там три года, это к тем губернаторам, которые там были, которые считали, что, ну, все в порядке там, вот в Майорске. Вот смотрите, два обмена происходило именно на моем округе, военнопленных, это вот в Зайцево, это вот, то есть, как-то знаково, знаете, у меня были уголовные дела за то, что я выводил и военнопленных, и спасал, так сказать, военнослужащих, и опять же, вот этот, так сказать, рок меня преследует, обмен военнопленных, украинцев на украинцев, опять же, у меня на округе, ну, не где-то там рядом, а вот именно у меня, это какая-то такая, путь судьбы какой-то, знаете, ну, интересно все-таки, вот, и поэтому, взять здание под спортзал детям, я не могу, начинать строить, это надо разрешение, это, опять же, это, у меня есть чуть-чуть, так сказать, свое видение, у главы ВЦА, свое видение, он, так сказать, видит это по-другому, так как у нас разные взгляды на жизнь, он был ярый, так сказать, и активный член правления Порошенко, я не поддерживал это. И до сих пор он так и остался там? Да, он там руководит, у него все в порядке в этой жизни, у него все нормально, даже с новым губернатором, у него все в порядке, у них все замечательно, у них все отлично. А то, что к людям привозят, когда я на своей странице опубликовал, что людям привозят хлеб раз в 10 дней, и они его хранят в холодильнике, чтобы его как-то хватило, мне там сразу начали писать, что ты врешь, что ты обманываешь, но есть вот буквально недели две телеканал АСИТИВЕСИ, я не ошибаюсь, снимал на моем округе жизнь, как обстреливаются, как люди живут, какой там социальный быт, что люди делают, и там все люди говорили, к нам не подвозят, нет подвозки хлеба, нет подвозки медикаментов, нет подвозки там, еще, то есть таких социальных вещей. Когда мы начинаем это дело раскручивать, то нам говорят, так это же не на балансе у нас, то есть это не в Бахманском районе на балансе, это не на той территории, а влаживать средства в ту территорию, ну естественно, пока мы... То есть получается такая, вроде территория подконтрольная Украине, а на бумаге, ее не существует, она не подконтрольная территория Украины. Ну, на... То есть фактически она, там стоят наши пограничники, наши войска, наши защитники, вот, а на бумаге она еще там... Не, ну подождите, я вот тут, надо разобраться, ну то есть, ну как это так, подождите. Ну вот так. То есть, ну может просто глава администрации, если она по документам той стороны, просто отведет, то с этой территории украинские войска, ну с 16-го года он же не отвел. Так, а, собственно, ну получается такая вочина, что ли, которой юридически нигде нет, а которые правят, что военные получаются, и все это безраздельно. Да, там военные правят целиком и полностью. Ну смотрите, там обстрелы каждый день, там располагаются пограничники, там располагается одна из воинских частей, не будем называть так, ну соблюдая режим какой-то, так сказать, секретности. Там есть целый переход из Горловки на нашу территорию, то есть, фактически это украинская часть, но на бумаге, она, то есть, вот по по БТИ, по всем остальным, она не передана, то есть, или заново не сделана, так сказать, украинская власть, и поэтому, даже вот, то здание, где сидит глава ВЦА, оно чистится на той стороне. То есть, подождите, я вот даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос, так, кто за это должен отвечать, ну, в теории, вот, у каждой же проблемы есть имя, фамилия и отчество, конкретно, а кто за это несет ответственность? Смотрите, если я не ошибаюсь, в 16-м году, когда освобождалась эта территория и была присоединена к Украине, это же, наверное, надо спросить у тех чиновников, которые это делали, кто был губернатор, кто назначал голову ВЦА, кто принимал это все, то есть, ну, человек принимающий, он же должен там понять, что он принимает, то есть, ну, какой-то актив, ну, актив хотя бы, да, вот, мало того, там же проходит часть водоканала, которая соединяет, ну, так сказать, питьевой водой и ту часть, и эту часть Донбасса, то есть, там такая, там очень интересная ситуация. Так, а конкретно, пофамильно, кто в этом виноват, почему, собственно, Украина не может с бюджета финансировать тот регион? Потому, что оно, на бумаге, это все находится на балансе горловки, 90% горловки находится на неподконтрольной территории. С 16-го года ситуация не поменялась, и они не могли бумажки переписать. Так вот, поэтому, кто конкретно не смог переписать бумажки все вот эти годы, чтобы эту ситуацию решить? Насколько я помню, было, сейчас уже третий губернатор. То есть, по идее, это губернатор должен делать? Ну, все-таки, он же губернатор области, правильно? Он же губернатор области, он же губернатор области. Есть глава ВЦА, тот, который старается, чтобы людям жилось легче и веселее. Вот, это как раз его профиль. Вот, и, я думаю, что это они должны это делать. Мы, когда пришли туда, на этот округ, вот, избираться, во-первых, что там, ну, так сказать, стрельба каждый день, это одно, то, что там разрушено многое, от войны, это другое, то, что там нас сразу, так сказать, поразило оптимизм людей и настроение детей, это другое. Ну, мы же не стали рыться более вглудже. Ну, не выиграл бы я, так сказать, но я бы, жил бы дальше. А когда уже выиграл, когда начали мы разбираться, а как же, вот, отремонтировать, вот это, вот это, вот это, а вы не имеете права. Почему? Ну, если засвучат, то, вы уже госчиновник, откуда вы взяли эти деньги, вы задекларируете их, а потом покажите, а потом только вложите, это первое. Второе. А если это депутатские деньги, то, что дается, ну, как народному депутату на свой округ, то надо оформить во что, куда, как, а когда оно не стоит на балансе, как ты можешь оформить? Ну, понятно. Чиновничественская казуистика, вот, как вы считаете, вот, за... Это вы очень мягко сказали, или вы не заходили просто... Я просто цензурно вынужден заражаться в эфире, поэтому... И вот следующий вопрос, а вот, почему вот на Донбассе за год у нас вроде президент поменялся, а такое ощущение, что как будто ничего не происходило, то есть, как стреляли, так и стреляют, как обмены проходили, так и проходят, то есть, никаких реальных нету подвижек, с вашей точки зрения? Ну, смотрите, этой войне уже шесть лет, ну, будем так называть. Война... Я был непосредственно участник другой войны, афганской. У нас... Передо мной тоже были какие-то там войны, там, Великой Отечественной и так далее. Есть какие-то правила войны, где люди идут там вперед, назад, там, и так далее. А здесь все стоит на одном месте и, так сказать, ничего не двигается. Даже от перемены президентов, как вы только что сказали, ничего не поменялось. Значит, в этом есть кому-то выгода. Война – это большой бизнес, очень большой. То есть, даже смена президента на него не влияет? Ну... Или, может быть, просто у нас верховный главнокомандующий не может найти рычага на вооруженные силы? Вы знаете, я не могу обсуждать, это некорректно действие верховного главнокомандующего, так как это будет с военной и с человеческой точки зрения некорректно и неправильно. Но раз журналист задает вопрос, что ничего не поменялось, значит, журналисты у нас более свободные люди, это считается тоже веткой власти. У них больше прав задавать такие острые, угловатые вопросы. Вот. И раз ничего не поменялось, значит, надо что-то менять, надо что-то менять, да. Вот следующий тогда вопрос, вот, и последний, за счет того, что времени осталось мало, вот, знают многие о том, что на вас завели там уголовные дела, потому что вы там вывозили берку с Майдана, и по этому поводу при Порошенко вас там пытались к ответственности привлечь. Также получается, все, кто, в принципе, делал хоть что-то, чтобы защитить правоохранителей, чтобы там конституционный строй сохранить и так далее, их всех преследовали во времена Порошенко. И этот тренд сейчас продолжается. В том числе продолжается тренд по, знаете, вот такой презумпции невиновности, по умолчанию для всех, кто был с другой стороны, которые поддерживали Майдан. И сейчас все люди, у которых на руках кровь правоохранителей, кровь людей в Одессе 2 мая и прочих убийц, которые называли себя Майдановцев, мы сейчас видим, что тоже стоит мораторий на привлечение их к ответственности. И вот их ни при каких обстоятельствах не привлекают к уголовной ответственности. В том числе, кстати, банда Порошенко. И вот с вашей точки зрения, когда этот тренд поменяется, когда у нас закон станет один для всех, когда у нас справедливость восторжествует, почему у нас, собственно, одна часть населения неприкасаемая, а другая часть населения, будьте добры, собственно, соблюдайте закон Украины. Очень хороший, острый вопрос вы задали, и он, так сказать, крайне актуальный. Но раз при смене президентов приоритеты неприкасаемых не меняются, значит, те, кто ставит этих президентов, запрещают им трогать эти темы. Я так думаю. это мое личное мнение, это я могу, то есть, как гражданин, не как народный депутат, не как там человек, то есть, если при смене уже другого президента, который не начинал войну, который не развязывал эти, так сказать, у которого на руках, ну, тогда еще не было крови, сейчас уже чуть-чуть есть, потому что он уже почти год как президент, и этот год у нас есть погибшие наши военнослужащие, и мирное население, это уже за время правления Владимира Александровича, а при Порошенко у нас война шла полным ходом, и, так сказать, и... То есть, от переменных мест слагаемых сумм не меняется, точно так же и здесь, от переменных мест прокурора, вернее, от смены прокурора сумма тоже будет на этаж. Шахматные фигуры не имеют самостоятельность на доске, пока их не передвигает чья-то рука. Спасибо. И на этой тогда вот получается интересная ночь, я думаю, что... Благодарю, кстати, что вы пришли все-таки к нам в эфир. Спасибо вам большое. С нами был Александр Ковалев, депутат, народный депутат Украины, глава организации «Никто крим нас». Это была программа «Без протокола». С вами был я, ведущий Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Василец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова